Добрый день, это новости. Я Светлана Овсянникова и коротко главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Владимир Путин выступил с новым обращением. В нем он объявил о завершении нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики, а также переходе к этапу смягчения режима. Однако то, как именно это будет проходить, нужно будет решать главам регионов. Также президент объявил о новых мерах поддержки населения. Подробности знает мой коллега Денис Денисов. Он сейчас в студии. Денис, здравствуй. Здравствуйте. Итак, рассказывай, что нового ждет нас на этой неделе. Здравствуйте, Света. Ну, начну с той части, которая касается в основном налогов. Итак, если коротко, полтора миллиона организаций – это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес и некоммерческие организации – смогут списать налоги и страховые взносы за исключением НДС за второй квартал этого года. Индивидуальным предпринимателям сделают налоговый вычет в один мрот на страховые взносы в 2020 году. Вместо ранее обещанной отсрочки по налоговым платежам, бизнес получит освобождение от них. Это коснется только тех предприятий, которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. Федеральный список расширили, и теперь в него вошли им такие отрасли, как торговля непродовольственными товарами, зоопарки и музеи. Подчеркну, что пока ни у кого нет понимания, как это будет происходить на практике. Правительству еще стоит подвести под это нормативную базу и понять, как запустить эту возможность с точки зрения закона. Что касается самозанятых, то им пообещали вернуть налоги за 2019 год. Но поскольку Красноярский край в свое время не являлся пилотным регионом, в котором бы эти налоги собирались, то и красноярцев это мало касается. Однако, если вы собираетесь зарегистрироваться как самозанятый, то есть возможность получить некоторую помощь. Давайте послушаем эксперта. Выплата в размере МРОТа, того же самого 12 130 рублей, для вновь зарегистрировавшихся самозанятых, деньги, которые можно будет использовать для оплаты налогов для самозанятых. Вот таким вот образом. То есть механизм, опять же повторюсь, еще не ясен, но вот заявление было сделано. Поэтому для тех, кто вдруг хотел зарегистрироваться в качестве самозанятых, ну вот что-то стеснялся, сомневался и так далее, вот может быть настал тот момент. Денис, меня как маму волнуют выплаты, конечно же, на детей, о которых говорил президент. Я накануне зашла на портал госуслуг и ничего не работает. Вопрос. Как в итоге эти выплаты получить? Что мне делать сейчас? Ну, не стоит по этому поводу сильно переживать. Я понимаю всю обеспокоенность. Но дело в том, что сам пенсионный фонд только пару часов назад получил разъяснение по этой теме. Итак, право на выплаты в 5000 рублей имеют теперь не только те, кому полагался сертификат на материнский капитал, а вообще все семьи, в которых воспитываются дети до трех лет. Причем выплаты полагаются за три месяца. Апрель, май, июнь. Другими словами, если в вашей семье два малыша этого возраста, вы получите по 15 тысяч на каждого. Помимо этого, расширенные меры предполагают помощь и тем родителям, которые воспитывают детей от трех до шестнадцати лет. Им помощь будет единоразовой – 10 тысяч. Схема та же. Если в семье два ребенка от трех до шестнадцати лет, вы получите 20 тысяч. Три ребенка – 30 тысяч. И еще раз подчеркну, помощь единоразовая. Бежать снова на портал госуслуги не нужно. Там сейчас проводятся технические работы, и все будет готово только завтра. Впрочем, и тогда заполнять форму не обязательно. Принимать заявления начнут только 1 июня, и продолжат это делать до 1 октября. Чтобы оформить помощь государству, необходимо предоставить свидетельство о рождении, заполнить заявления и оставить данные своего счета, тщательно их проверив. Добавлю, сделать это можно не только через сайт госуслуги, но и через клиентскую службу пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. Отмечу, это первые прямые выплаты, которые получают семьи с детьми после введения режима самоизоляции. Территориальные органы при приеме заявления либо получения через сайт ЕПГУ регистрируют у себя в информационных системах, принимают решения, при этом проводят определенные проверки. Это, как всегда, лишалось, не лишалось родительских прав. Выносят решение положительное, либо отрицательное, в зависимости от пройденных проверок, и направляют на выплату. В Министерстве социальной политики говорят, что с началом распространения коронавирусной инфекции приняли ряд важных решений. Например, по автоматическому продлению мер социальной поддержки. Речь о ежемесячном пособии при рождении первого ребенка, ежемесячном пособии на ребенка и, например, субсидиях на оплату ЖКХ. Жителям края, у которых срок этих выплат истекает в период с 1 апреля по 1 октября, все эти меры поддержки продлят автоматически. То есть, идти в соцзащиту и предоставлять необходимые документы не нужно. Помимо этого, с 1 июня заработает новая мера поддержки семьи с детьми. Та самая, о которой президент говорил еще в январе. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет. На нее могут рассчитывать семьи, чей доход на человека не превышает промежуточного минимума. Выплата будет равна его половине. В нашем крае это 6212 рублей. Обратиться за помощью, конечно, может и тот, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Например, потерял работу. Достаточно прийти с паспортом, копией трудовой либо справкой из центра занятости. Давайте послушаем. Предельный размер такой адресной помощи, например, в городе Красноярске, это 10 тысяч рублей на человека, но были внесены изменения в государственную программу. и такой размер этой помощи увеличен. Соответственно, граждане, которые обратятся в период по 30 июля этого года, смогут рассчитывать на предоставление адресной помощи в большем размере. То есть предельный размер теперь увеличен, например, опять же, для города Красноярска до 14 тысяч 600 рублей. Ну, на этом у меня все. Тебе слово. Спасибо, Денис. Напомню, это был мой коллега Денис Денисов, и мы продолжаем. Режим самоизоляции в Красноярском крае не снимут, пока не локализуют очаг распространения коронавируса в Северо-Енисейском районе. Кроме того, по рекомендации главного санитарного врача уже завтра... У нас вводят обязательное ношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте. Об этом рассказал губернатор Александр Русс в обращении к жителям региона. Он напомнил, в крае, наряду с федеральными, действуют региональные механизмы оказания помощи населению, и в ближайшее время их собираются дополнить вторым набором предложений. Они коснутся сфер ЖКХ, общественного транспорта, а также туризма и гостиничного бизнеса. Отмечу, в регионе действует минимум ограничений. Разрешено ездить на дачи, гулять с грудными детьми, заниматься спортом на свежем воздухе. В 50 населенных пунктах даже полностью сняли все запреты. Были и другие планы. Мною дано поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг. Но, к сожалению, подписание этого указа пришлось приостановить в связи со вспышкой заболевания в Северо-Енисейском районе. Напомню, в Северо-Енисейском районе на крупнейшем золотодобывающем предприятии «Полюс» несколько дней назад выявили очаг заболевания. Сегодня там 270 инфицированных, тестирование всех работников еще не закончилось. На предприятии трудится больше 6 тысяч человек. Возможно, тех, кому понадобится медпомощь, будет несколько сотен. В этой связи в Северо-Енисейском районе установлен особый режим выезда и выезда. На месте развернут мобильный госпиталь на 400 человек. Там работает сводный отряд медиков. Готовятся дополнительные места в соседних районах и в Красноярске, куда больных будут доставлять санитарной авиацией. Полную версию обращения губернатора смотрите сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем. Как раз в Северо-Енисейском районе сегодня зафиксировали рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом. Заразились 168 человек, все сотрудники компании «Полюс». При необходимости их повезут в стационары Северо-Енисейска, Енисейска и Лесосибирска. Тем временем в Красноярске заболевших 30. Общее число зараженных только за сутки 227 человек. За все время эпидемии с болезнью справились 375 человек. Новых смертельных случаев в регионе нет. А вот в России за сутки зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев заболевания. Теперь общее количество диагностированных по стране больше 230 тысяч. И это второе место в мировой статистике. Больше теперь только в США. У нас лидеры по-прежнему Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Красноярцев, которые с конца марта оставались на Бали и накануне вечером доставили домой. 45 человек, среди них дети, возвращались через Новосибирск. В соседний регион по поручению губернатора за ними вылетел спецрейс компании Красавия. В 22.45 в понедельник Ан-24 приземлился в аэропорту Черемшанка. Пассажиров, как положено по правилам Роспотребнадзора, отправили на двухнедельный карантин. Добавлю, это уже четвертый подобный рейс. До этого в Красноярск так доставили туристов из Таиланда, Вьетнама и Индии. А на 15 мая запланирован вылет самолета из Гоа по маршруту Красноярск-Екатеринбург-Москва. Вашинские врачи и пациентов районной больницы выпустили после карантина. Подробности расскажем буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Только ты выбираешь, как пройдет твой день. Жилой комплекс Взлетная 7 от строительной группы СМ-Сити. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья образование тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза за 40 минут. В клинике лазерной хирургии варикоза нет. Все то вокруг мы выбираем, что нам по нраву, по душе, поскольку главным обладаем уже. Дом с бульваром Александровский. Такой один. Новая классика на взлетке. В хирургии Яшинской больницы сняли карантин. Сделали это на 2 дня раньше, чем планировали. Как сообщили в мэрии города, решение прекратить изоляцию приняли специалисты местного отдела управления Роспотребнадзора. Они проанализировали эпидемиологическую обстановку в отделении и взяли тесты на COVID-19 у сотрудников. Результаты оказались отрицательными. Напомню, на карантине врачи, а также пациенты сидели со 2 мая. Все из-за того, что у двоих хирургов анализы подтвердили коронавирус. ЕГЭ опять могут перенести. На этот раз на август. Не исключено, что конкретную дату назовут уже на этой неделе. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Составляя новое расписание, хотят учесть рекомендации президента по мягкому выходу из режима ограничений. Напомню, сначала сроки сдачи ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня. И вот теперь разговор уже об августе. При этом процедура сдачи экзамена тоже, скорее всего, изменится. Школьников планируют рассаживать друг от друга дальше обычного. Собираются измерять температуру и заставлять обрабатывать руки антисептиками. Что касается учебного года, как сегодня рассказали в Министерстве образования края, для старшеклассников он должен закончиться 29 мая, а для учеников начальной школы 22-го. Проехать по выделенке, как и выходной день, уже завтра не получится. Об этом красноярцев предупреждают дорожные полицейские. Они напоминают, режим нерабочих дней закончился, и тот, кто не перестроится, рискует попасть в поле зрения прибора автофиксации. Штраф за езду по полосе для автобусов полторы тысячи рублей. Отмечу, ездить по выделенкам можно по выходным и в праздники, если установлены специальные знаки. И также напоминаем о том, что летний сезон у нас характеризуется с проведением дорожных работ, и поэтому зачастую у нас знаковая информация изменяется и обновляется. И поэтому в такие периоды необходимо быть особенно внимательным, соблюдать знаковую информацию дорожного размера. В лесах Красноярского края сняли режим ЧС. Такое решение приняли на заседании правительства региона. Причина улучшения пожароопасной обстановки. Напомню, режим ЧС действовал с 24 апреля из-за сильного ветра и высоких температур. Также на заседании расширили перечень населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Теперь их 474 на 78 больше. Каждый из них обязан иметь паспорт готовности к пожароопасному сезону. Больше тысячи человек в Красноярске покусали клещи. В Роспотребнадзоре рассказывают в городе и крае период их массовой активности. За майские праздники количество укусов в шесть раз превысило прошлогодний показатель того же периода. Однако полной обработки города не будет до начала июня. С чем связана активность клещей и почему борьба с ними затягивается? Расскажет Виктор Бородин. Автобус на ветвь видимо не такая обширная и многие доезжают до той остановки и идут даже тропинки. А по обе стороны от протоптанной тропинки за новым ТЦ в Солнечном все успело зарасти травой. На этом же пустыре жители микрорайона в том числе и Любовь выгуливают своих домашних питомцев. По словам девушки именно здесь риск подцепить клещей огромен. Говорит, снимает членистоногих со своей собаки после каждой прогулки. Однако гулять с питомцем по ее словам больше негде. Даже стараемся в траву уже не заходить. Видите, здесь есть песочная зона. Мы стараемся уже ходить по ней и тем не менее от одного до пяти клещей за одну прогулку мы снимаем с каждой прогулки. Даже в принципе дома с себя ну видимо это я вот не знаю с собаки видимо уже перепрыгивает. Резковозросшую активность клещей отметили и в Краевом Роспотребнадзоре. Из-за ранней весны количество обращений в травпункты выросло в шесть раз по сравнению с тем сколько их было в начале мая прошлого года. Только в Красноярске уже больше 1200 пострадавших а по краю больше трех с половиной тысяч. Специалисты отмечают сейчас самые опасные места это Покровка, Удачный Академгородок, Ветлужанка, а также столбы и Таргашинский хребет. Мы живем в природном очаге и это является показателем что у нас у клещей сейчас находится такой пик большой. В природе у них большая сейчас активность и опасно выходить в территории где места отдыха они не подготовлены не обработаны. Между тем обрабатывать город от клещей не будут еще как минимум три недели. То есть до начала июня людям нужно быть предельно осторожными. Роспотребнадзор обязал мэрию провести тендер и найти специалистов которые займутся этой работой. Конкурс прошел однако победившую компанию конкуренты обвинили в слишком сильном занижении цены. Уфас встала на их сторону теперь конкурс придется повторить заново на подготовку всех документов уйдет весь май говорят в департаменте горхозяйства а значит жителям и управляющим компаниям придется справляться своими силами. К слову в компаниях которые занимаются дезинфекцией насекомых нам рассказали что обработка такого двора обойдется примерно в 5000 рублей. Если в вашем дворе она не ведется то придется либо кооперироваться с управляющей компанией либо обращаться к частникам напрямую. Виктор Бородин Сергей Раков 7 канал. А после короткой рекламы вернемся в студию и новая серия проекта «Жизнь без короны» расскажем как пандемию переживает Австрия. Оставаясь дома есть время выучить испанский убрать квартиру навести порядок в шкафу заняться спортом приготовить свое фирменное блюдо или просто съесть торт Мы остаемся дома и ты оставайся дома вместе с седьмым. Гулять на улице не запрещено автобусы ходят по воскресному расписанию Сегодня мы расскажем как из карантина выходит Австрия за все время коронавирусом там заболело около 16 тысяч жителей В Зальцбурге живет наша соотечественница она преподаватель немецкого языка как иностранного Давайте узнаем как у них обстановка Вот так выглядит город Зальцбург без туристов Главная площадь Моцарта Все отдыхают на лавочке Туристов нет никого нет только все местные Опять же здесь было кафе все закрыто стулья стоят откроются но обещают 15-го открыть Магазин Мана вход только в Мастер на входе дезинфицирующее средство Если бабуны в магазинах необходимо изначально при входе дождаться пока тебя сотрудник встретить обязательно выдаст дезинфицирующее средство какие-то маски если у кого нет но это в основном редкий случай у кого сейчас нет масок они все самошитые или купленные в аптеке маски тем не менее соответственно стоят в три дорога если раньше можно было купить маску за 10 сетов то сейчас она стоит например полтора евро Наши семьи у нас все ходят на работу единственное мой супруг необходимый был взять отпуск у меня на работе полная оплата очень многих перевели на неполный рабочий день но опять же финансово это не особо влияет то есть например у меня на ферме у меня то есть мы не ходим на работу но тем не менее в основном 100% оплачивается есть те которые работают 50% оплачивают 80% 50% оплатят фирмы остальные 40% в зависимости это идет 30% оплачивает центр занятости очень многие лишились работы у нас открылись школы но это только для выпускников причем занятия проходят в спортивном зале где размещены все выпускники экзамены они будут сдавать в этом году только письменно то есть устная часть сменяется если они могли раньше устной части свою оценку более улучшить то сейчас будут принимать то что есть 15 мая обещают открытие границ мы живем на границе с Германией и поэтому многие есть где-то в Германии закупаться поэтому очень многие уже рады потому что открыты границы Корпус ФМБА на Коломенской переоборудовали под госпиталь для пациентов с коронавирусом их начали принимать сегодня медики будут находиться там круглосуточно в течение двух недель для их проживания отвели отдельные помещения предусмотрели зоны для отдыха и занятия спортом госпиталь рассчитан на 90-й койко-мест в нем разместили терапевтические палаты а также палаты реанимации установили необходимое оборудование отмечу сегодня в крае открыто 47 больниц для лечения жителей с диагнозом ковид-19 и теперь информация о погоде в среду 13 мая в Красноярске облачно без осадков ветер северный 2 метра в секунду атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба ночью 12 градусов днем до плюс 23 к этой минуте у нас все сообщения если у вас есть свои новости звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333 присылайте фото видео и текстовые сообщения на наш вайбер и ватсап номер 8-391-2-900-333 а также следите за нами в социальных сетях в студии для вас работала Светлана Овсянникова оставайтесь на семерке помещения для бизнеса сдаются в аренду парковка коммуникации 8-902-900 141-11-34